Донецк О жертвах в Петровском, Куевшинском и Киевском районе нам рассказал представитель штаба армии Донецкой Народной Республики. Предлагаю его послушать. В результате этих обстрелов есть погибшие и раненые. В городе Донецке 4 человека погибших. Один человек с большой буквы. Девочка 3 года. Докучаевский один человек. Горловский один человек. Всего 6. Раненых в Донецке 6 человек. Докучаевский четверо. Горловский двое. Также Эдуард Басурин, представитель штаба армии Донецкой Народной Республики, прокомментировал ситуацию вокруг так называемого Дебальцевского котла. Как он заявил, ополчение не получало задачу замкнуть оперативное кольцо, а все их боевые операции направлены на подавление огневых точек противника в тех населенных пунктах, из которых наиболее часто наносятся артиллерийские удары по городам Горловка и Янакиво. Напомню, что в городе Горловка за минувшую ночь один человек получил тяжелые ранения и также один погиб. Предлагаю послушать Басурина по этому поводу. В Никишино выше, где Фачевка, Чернухино. Да, там идут. Я знаю, Луганская Народная Республика вышла в район МИУСа. Они контролируют МИУС. Напомню, что ополчение удалось взять под контроль несколько дней назад населенный пункт Красный Партизан, который находится на трассе М04, соединяющей Донецк и Горловку. Как нам прокомментировали ситуацию в штабе Донецкой Республики, это не только связано с выходом и освобождением самой трассы на Горловку, но и возможность получить оперативный выход к городу Артемовск, после чего армия Донецкой Республики сможет получить пространство для операций в районе Краматорска и Славянска. Илья? Да, Сергей, спасибо. На прямой связи со студией из Донецка был наш корреспондент Сергей Макаренко. Он рассказал об оперативной обстановке на фронтах Донецкой Республики.